И вот глубже здесь заводит руку. Все! Честно скажу, как тряпка выходил, можно же по-разному проигрывать. Я тебе говорю, что мне единственное не стыдно, поражение это против Ангел Азиза, и все. Друзья, перед началом этого видео важная информация. У нас есть YouTube-канал, Telegram-канал и Instagram-канал, на котором вы, скорее всего, смотрите это. И очень важно, чтобы вы туда подписались, потому что нам очень нужны ваши лайки и комментарии. Так что вперед и приятного просмотра! Слева от меня стоит Александр Сарнавский. Сейчас мы его поздравим с победой. Поздравляю тебя. Бой оказался достаточно для тебя простой. И очень много чего тебя сейчас спросили, поэтому я буду там не особо многословен. Все равно, какие мысли были первые, бой достаточно важный? Ну, не сказать, что он простой, со стороны он простой. А сколько, через сколько я прошел, это тяжелая подготовка. То есть, я не скажу, что бой простой. Даже если бы я его закончил за пять секунд, все равно это тяжелый бой. Это висогонка, это диета, это подготовка, это нервы и все прочее. То есть, это режим. От всего надо много чего отказаться. То есть, это не простой бой. Это тяжелый бой. Соперник тоже очень достойный. Артем, видно, что он защищался, не хотел сдаваться. Но оставалось там семь секунд, и он постучал. Я сперва не понял, потом судья остановил бой. Так что, я не считаю, что это простой бой. Это тяжелый трудовой бой. Ты в конце сказал слова о том, что народы России и Белоруссии живут в мире, да? Почему такие слова пришли тебе на ум? Были какие-то со стороны болельщиков из Белоруссии угроз там или, не знаю, что ли, хейт какой-то? Да нет, никакого хейта. Просто украинцы, белорусы, Россия – это братский народ, один народ. Я просто хочу, чтобы наши народы жили в дружбе, и никаких разногласий не было, и никакой вражды. Так что, я сказал, что мы братский народ, и вот и все. Я не знаю, видел ты или нет из клетки, но во время того, как ты дрался, Магомед Исмаилов немножко стал делать контент для своего Инстаграма, со всеми здоровался, прилег очень много внимания к себе и немножко убрал его из клетки. Ты это как-то почувствовал, нет? Нет, вообще не почувствовал. Вообще не почувствовал, нет. Я не понял, что... Ну, просто он начал там с ним фоткаться, чего-то снимать в Инстаграм, и люди стали на него обращать внимание, хотя у вас в клетке в это время был бой. А, ну, все знают, что Магомед Исмаилов – это, как сказать, очень интересный человек, позитивный, на позитиве, и, конечно, все следят за ним, смотрят, потому что на сегодняшний день он делает шоу, он делает громкие бои, то есть он говорит, то есть это и людям интересно. Мы видим, что он очень популярный вообще в нашей стране. Так что это нормальное явление, ничего страшного, кто-то смотрел, кто-то не смотрел, потом посмотрят в повторе, так что... А тебе, кстати, интересно его контент смотреть? Ну, я на него подписан. Мы даже в Инстаграме переписываемся, там спрашивают, как дела, как подготовка. Ну, так, привет, привет пока, там все вот так вот немножко вкратце. Мы знаем, что его там много кто-то достает, ну, бывает, что он там и отмечал мне как-то в Инстаграме, и так же писал, то есть сказал, что бой там против Абдул-Азиза был очень хороший, молодцы. То есть, ну, вот такие вот моменты. Сегодня, я так понимаю, что на бое присутствовала твоя супруга, и она сейчас рядом находится. Как вообще... Это первый раз, когда так было, и эмоционально на тебя это как-то не давило, или наоборот было проще? Да нет, супруга у меня уже не первый раз со мной. Она вообще коренная москвичка, я с ней познакомился в Москве. Я уже говорю, она сама спортсменка, всю жизнь отдала художественной гимнастике, была в сборной стране по художественной гимнастике. Тоже через многое прошла, и в плане психологии мы с ней много общаемся. Она мне много чего подсказывает, хотя у нас разница с ней 10 лет. То есть, у нее в голове, в принципе, много всяких хороших мыслей и всего прочего. И где-то даже вот она меня немножко перестроила, потому что мы знаем, какие у меня были бои, я говорю, за которые мне стыдно. Я знаю, что я умею, но, ну, как тряпка, честно скажу, как тряпка выходил, можно же по-разному проигрывать. Я тебе говорю, что мне единственное не стыдно поражение, это против Адулазиза, и все. Да, я в том бою проиграл, но мне за него не стыдно. А за все остальные мне поражение стыдно. Ну да, где-то не получилось, еще что-то, где-то подустал. Но я мог сделать больше, но я не сделал. Так что вот так. Давай немножко еще поговорим о твоем следующем сопернике. У Артема Домковского был бой с Рашидом Магомедовым. Ты сейчас тоже прошел Артема Домковского. И Рашид Магомедов – это большое имя в российских смешанных единоборствах. Он успел и в UFC повыступать, и в Америке, и в PFL. У тебя тоже большое имя для России. Ты также выступал в Белатар. Интересен был бы бой с Рашидом Магомедовым, два таких ветерана российского ММА. Ну посмотрим, насколько я знаю, там Рашид Магомедов будет драться с Артемом Резниковым. Все может быть возможно. Сейчас я вообще, ну не думаю, кто у меня будет следующий соперник. Сейчас я хочу просто завтра вернуться к своей дочери. Я ее не видел уже несколько дней, по ней скучаю. И посмотрю бой, сделаю какие-то анализы. Немножко отдохну. Немножко надо будет тоже руку позалечить, потому что перелом еще немножко беспокоит. Ну не то, что беспокоит, небольшой дискомфорт есть. А так, в принципе, травм никаких нету, ничего не болит. Просто хочу немножко отдохнуть, потому что подготовка была долгая. Я еще в понедельник приболел, блин. И думаю, блин, за что мне такие, как сказать, испытания еще вот не раньше, не позже. Вот именно перед боем, благо, вот у меня со мной друг был, Алексей, который со мной на бой прилетел. Он пошел в аптеку, там купил. У меня просто был насморк, просто все заложено. Думаю, блин, как драться, как дышать. Еще и висогонка сейчас, иммунитет, думаю, подсядет. И еще, может, хуже будет. Думал, сейчас чтоб горло не заболело. То есть, ну, все сложилось как бы хорошо. Четыргу я, в принципе, был как огурец. Ну, вес сделали, все нормально. Сегодня обои отодрались. Как бы я рад, что так все сложилось. Но еще надо со стороны посмотреть, как вообще шел бой. Ну и все, и какие-то выводы дальше делать. Окей, Александр, поздравляю еще раз тебя с победой. Все, мне спасибо. Отличный бой. Друзья, вы подписаны на Инстаграм Александра Сарнавского. Он появится внизу экрана. Подписаны на Инстаграм Вестника ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Все, подписывайтесь. Вестник ММА смотрите обязательно, потому что, конечно, ты делаешь хорошее интервью. Ну, люди смотрят, я вижу. Стараюсь. Так что все, тебе в дальнейшем удачи. Удачи и успех во всем. Спасибо, Саша. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. А обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну, а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.